Ну что, друзья, сейчас пришло время слушать Божье Слово. Напоминаю, что 17 декабря у нас годовщина церкви, 11 годовщина нашей церкви, а 24 через неделю мы будем праздновать, то есть также в 11 утра Рождество, у нас будет рождественское прекрасное служение, будет необычное. Сразу хочу сказать, друзья, Деда Мороза мы не верим, Санта Клауса мы не верим, но Иисус отправил уже свои подарки. Поэтому у каждого, ну так маленький анонс, для каждого будет подарок. Ну, для тех, кого не будет, значит не будет, соответственно. Вы же забрать его не сможете, поэтому не пропускайте. Итак, давайте помолимся и будем начинать. С Божьей помощью сегодня верю, что Господь даст силы, пройдем. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя сегодня, благодарим Тебя за это служение, и сегодня, Господь, я молюсь Тебе и прошу Тебя, чтобы Слово Твое, оно обильно вмещалось, обильно вмещалось в наши сердца. Во имя Иисуса Христа, пускай сегодня Слово Твое, Господь, оно проникнет в самую сущность наших сердец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вы знаете, если вы не против, я бы хотел сегодня, наверное, буду так сегодня читать Слово и комментировать, потому что такое вот, оно, ну оно непростое. Мне бы не хотелось сегодня, знаете, воды, но хотелось бы, хотелось передать сегодня то, что на самом деле есть. Итак, друзья, тема сегодняшней проповеди звучит следующим образом. Когда Бог ответит на мой вопрос, почему? Когда Бог ответит на мой вопрос, почему? Только не говорите мне, что никогда у вас не было этого вопроса к Богу. Кто-то говорит, есть. А я скажу вам, больше того еще и будет. Когда же Бог ответит на мой вопрос, почему? Знаете, если кто-то из вас, кто пользуется гуглом, пользуйтесь поисковиком. Вы знаете, там есть интересная такая штука. Когда вы вбиваете в гугл, он выдает вам там результаты поиска. Но самое интересное есть в серединке. Там на основании вашего поиска он подтягивает и сам формирует некоторые вопросы, которые могут быть полезными. Ну вот мы, например, там, я недавно военные, мы покупали лекарства, и там амиксин и амизон. И знаете, и то, и то, и я такой пишу, там, в чем отличается амиксин от амизона. И там гугл мне помогает, там куча вся... Все вопросы, короче, которые были у меня в голове, но я не формулировал, я не понимал, как и сформулировать. Гугл и сформулировал за меня. Я зашел, посмотрел, говорю, о, окей, покупаем амиксин. Все. Решили, покупаем амиксин, потому что был совет такой от него. Так вот, друзья, хочу вам сказать такую одну интересную мысль. Вот этот вопрос сегодня я не гугл, но я уверен, что в списке ваших вопросов этот вопрос бывал. И бывает иногда. А вот как и действительно, когда же Бог ответит на этот вопрос, попробуем с вами сегодня поговорить. Итак, я буду читать и буду комментировать. Сегодня будет необычная проповедь, так как подобные проповеди не призваны радовать нас или обличать в чем-то. Но именно такие проповеди, если наши сердца готовы их принимать, способны проникать до глубины и разделения состава мозга наших костей. То есть до самого основания нашей жизни. И я сегодня молюсь, чтобы Бог даровал милость. И именно это сегодня произошло с каждым из нас с вами. Я верю, что Слово Божье, оно живо и действенно. Я верю в это. Я вот действительно в это верю. И знаете, для большинства из нас приход в церковь со временем, я знаю, что он иногда превращается в такой, знаете, такой социальную необходимость, может быть, социальную обязанность или социальный какой-то такой, знаете, дежавю социальное. Как бы, ну я же хожу. Кто помнит Портос из Трех Мушкетеров? Я дерусь, потому что я дерусь. Но поверьте, я не верю в это. Я лично в это так не верю. Я верю, что церковь – это место, где проповедуется Слово Божье. Тайная комната – это место, где Слово Божье проникает в нас. Домашняя группа – это место, где Слово Божье, где мы встречаемся с Ним. И вот именно в тот момент, когда мы встречаемся по-настоящему со Словом Божьим, друзья, происходит обязательное столкновение, без которого ничего не может быть, что может быть. Библия говорит нам в Евангелии от Иоанна, что Слово Божье, оно было свет, истина была свет, и она была свет для всех человеков, и написано, что без истины ничего не начало быть, что начало быть. Я сегодня не дерзну, но я сегодня буду утверждать о том, что наркоман перестает быть наркоманом в тот момент, когда у него происходит лобовое, я бы даже сказал, сердечное столкновение с истиной. Кто-нибудь скажет на это «Аминь». В тот самый момент, в то самое мгновение, бомж перестает быть бомжом, изменник перестает быть изменником. Мы все хотим, мы все верим, мы все стараемся подобрать слова, правильные слова, чтобы переубедить. Кто-нибудь из вас когда-нибудь пытался переубедить самоубийцу? Может быть у вас такой случай был, у меня у жены однажды было, она говорит, я не знаю, что делать. Он звонит ей, говорит, я стою на крыше, я буду прыгать. Как переубедить его? Аминь позвонила знакомому пастору, точнее пастору, куда в церковь ходил этот человек, говорит, у вас тут человек собирается прыгать. Ответ пастора, ну знаете, это был правильный ответ, как ни странно. Он говорит, ну пусть прыгает. Говорит, скажи ему, пусть прыгает. Говорит, как? Он говорит, послушай, я хотел бы прыгнуть, не звонил бы. Говорит, скажи ему, потому что он манипулятор, пусть прыгает. Ну в тот момент, я не говорю, что всем надо это сказать. Друзья, это не очень хорошая терапия. Вот, вы поняли. Но тому человеку в тот момент, и как ни странно, оно сработало таки. Оно сработало, потому что он никуда не прыгнул, сильно себя любил оказалось. Он просто хр... Так вот, друзья, вот я говорю, когда происходит действительно столкновение, мы всеми словами пытаемся донести до человека, но я вам хочу сказать, только Слово Божие способно изменить и поменять саму сущность человека. Вот сегодня я хочу верить, что проповедь, если вы услышите ее, то пускай слово, которое будет сегодня, оно вот так произойдет, произведет такую работу с нашими сердцами. Давайте мы с вами откроем книгу Иова, книга Иова, 2 глава, с 7 по 10 стихи. И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютою. Смотрите, как Слово Божие, как Библия находит. Лютою проказую, не просто проказую, лютою, с жесточайшей формой. От подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать, во всем этом не согрешил Иов устами своими. Итак, сразу хочу сказать, друзья, книга Иова, одна из самых сложных для понимания и осмысления книг. Так как мы видим, что здесь жизнь праведного, причем абсолютно праведного Иова, откуда я знаю, что он был праведный, потому что Бог назвал его таким. Сам Бог дал ему такое определение. В жизнь праведного Иова пришло очень много почему. Как вы думаете, когда Иов, когда вот это с ним произошло, как вы думаете, неужели Иов не сидел и не задавал этот вопрос, почему? Я уверен, задавал. И вы знаете, я думаю, друзья, многие вещи, не ему самому, не всем нам были понятны и понятны причины вот таких перемен, которые произошли с Иовом. Но давайте мы попробуем разобраться сегодня и углубиться, и разобраться, какой урок из этого мы для себя можем с вами взять. Итак, что мы видим? В этой истории, вы знаете эту историю Иова, кто не знает, рекомендую прочтите книгу, сильнейшая книга. Но в этой истории, друзья, мы видим столкновение нескольких вещей. Первое. Мы видим столкновение абсолютно праведного Иова. И знаете, что скажу? И его почему? Почему у праведного Иова? Первое. Второе. Мы видим столкновение, в девятом стихе мы видим столкновение совершенно жены странной, да, которая говорит, да похули ты уже Бога и умри. То есть мы видим столкновение жены. Третье. Мы видим столкновение его друзей, у которых была такая, знаете, излишняя самоправедность. Если вы помните, они пытались Иову объяснить, почему и что он делал не так. Знаете, это меня похоже сегодня на то, как многие люди в России, они объясняют, почему Украина сегодня страдает. Как будто бы недостаточно того, что она страдает. Почему она страдает? Ну, как бы она страдает, потому что и вы, как бы, к этому тоже свою руку приложили. И четвертое, друзья, четвертое, истолкновение самого Бога, но Бога, которому понятны были ответы на все вопросы. Почему? Вот давайте мы с вами попробуем в этом и разобраться. Почему, друзья? Почему? Кто-то, возможно, сегодня спросит, а почему нам необходимо говорить об этих почему? Я скажу вам, друзья, так, да потому что у нас с вами таких почему возникает по многу в день. Как твои дела, сестра? Все хорошо. Так давай поговорим. А почему, Бог, та-та-та-та-та? Как твои дела, брат? Да все нормально, все хорошо, пастор. Только я не понимаю, почему. И вот знаете, почему, почему, почему. И самое ужасное в этих почему, послушайте, не то, что их много, самое ужасное в том, что ответов нет. Пастор, Бог перестал со мной говорить, почему? Потому что он не отвечает на мой вопрос, почему. Почему? Бог перестал со мной говорить, Бог не разговаривает со мной. У него нет ответа теперь на мой вопрос. А почему? А почему? А почему? А почему? Вот давайте будем с вами сегодня разбираться. Смотрите, можно слайд вывести, Леночка, тот, который я говорил. Смотрите, я сразу начну с самой сути. Почему? Вот эти вопросы. Итак, Бог не отвечает порой на наши почему. Смотрите, так как все наши почему касаются следствий, в то время как Бог хочет открывать тебе и убрать причины следствий. Друзья, Бог не отвечает на многие вопросы почему, потому что наши почему связаны с тем, что произошло или происходит. Смотрите, когда у нас возникают вопросы к Богу? Когда все хорошо? Никогда вопросов нет. В разговорах мужа с женой, как часто жена его... Когда все хорошо и ровно. Да никогда. А его не трогает. Все хорошо, все ровно. Стоит только поверхности воды начать колебаться, начинаются вопросы. Вопросы возникают. А почему? Так вот, смотрите, друзья. Точно так же, очень похоже на это, мы, когда приходим к Богу, мы задаем вопрос, почему, смотрите, который напрямую касается последствий. Нам не нравится то, что с нами происходит. И поэтому мы задаем вопрос. Почему? Что есть в нашем вопросе? В нашем вопросе, почему, чаще всего есть скрытое желание избежать этих следствий. Мы не хотим их. Мы хотим, чтобы они ушли. Пожалуйста, пусть это все закончится. Или, когда это все закончится. Почему мы так говорим? Потому что, когда это все закончится, у нас все будет хорошо. Вы знаете об этом? Скажите, когда у нас все хорошо? Мы сильно много задаем вопросов о самих себе, о нашем состоянии, о том, как мы живем, что в нашей жизни вообще происходит. Мы не задаем себе эти вопросы. Но еще раз повторюсь, мы активно начинаем задавать эти вопросы в тот самый момент, когда следствие чего-то, следствие какой-то причины начинает нас накрывать. Смотрите, человек, который ходит, ну, к примеру, у меня есть знакомые верующие, к сожалению, они сейчас уже, ну, они умерли, так произошло. И знаете, они умерли, кто-то говорит, почему так произошло? Я говорю, как почему? Да потому что они всю жизнь прокололись. Но они же пришли к Богу, да, они пришли к Богу, но они уничтожили свою печень наркотиками. Вначале, прежде чем они пришли к Богу. Ну как, ну почему, ну почему? На самом деле, о чем говорит это почему? Я так хочу, чтобы этот человек не умер. Я хочу, чтобы он вернулся. Я хочу, чтобы этого всего не произошло с ним. Но у меня вопрос, друзья, что стало причиной такого следствия? И почему, когда этот человек, к примеру, как пример, когда он кололся, почему в этот момент он не переживал о своем здоровье? Почему он не задавал вопрос, а что будет дальше? А почему такая причина? Друзья, возможно, для кого-то это покажется очень жестко, но еще раз говорю, большинство наших почему всегда касаются только следствий. Грубо говоря, когда нам больно, мы начинаем шевелиться. Но Бог, друзья, смотрите, Бог хочет открывать нам, почему Он молчит на эти вопросы. Потому что, как только Он ответит нам, почему, и эта проблема прекратится, мы перестанем задавать вопросы, мы перестаем их задавать. Мы просто перестаем их задавать. Кто-нибудь из вас начинал ходить в спортзал для похудения? Ходили? И как только стрелочка, знаете, ушла так на 3 килограмма, на 4, на 5, мы так, не, ну уже пирожное там можно же есть. Видите? Мгновенно, смотрите, мгновенно, следствие поменялось, и все, нас как бы уже ничего не ограничивает. Мы нормально себя начинаем чувствовать. Бог говорит, нет, ты не понял, я хочу дойти до причины, до причины. Вы знаете, если взять вот так вот, ну на эту картинку перевести, смотрите, кто из вас знает, сколько есть разных диет сегодня? Давайте, поехали. Кремлевская, ну диета. Там белковая всякая, там еще какие диеты? Кето-диета, моно-диета. Слушайте, ну масса диет. О чем эти все диеты? Давайте вам расскажу, о чем эти диеты. Предназначение этих диет является буквально интервальное голодание и так далее. Предназначение диет, смотри, чтобы твой вес начал уменьшаться. Но кто из вас понимает, какая самая, кто из вас знает, какая единственная правильная диета? Ешь нормально. Смотрите, друзья, но она никому не нравится, эта диета. Знаете почему? Потому что эта диета, она направлена исцелять твое здоровье, но она не несет быстрого результата. Вы понимаете? Она не убирает что? Следствие. Но она меняет причины. И когда Бог не отвечает на вопрос, Он не отвечает не потому, что Он не хочет, а потому что мы Ему задаем вопросы, каждый из которых касается следствий. Смотрите, почему это со мной произошло? Сколько это будет продолжаться? Когда это все закончится? О чем эти вопросы? О следствиях. Мы не хотим знать причину. Вы понимаете? Нас не интересует человека, обычного человека, на самом деле, не интересует причина. Смотрите, откуда я это знаю. Что посоветовала жена Иову, скажите, сделать? Она говорит, похули еще. Смотрите, реально, как будто это поможет Иову. Перед тем, как сдохнуть, да, как говорит пастор Ваня, еще и похулить Бога. Вот, знаете, решение всех проблем. Знаете, морально, хух, а теперь можно и умереть. Похулил Бога. Скажите мне, что решал ее совет? Он решал следствие. То есть, он не решал причину. Вы понимаете? Он не касался причины. И вообще, я уверен, многие люди, я уже ладно, короче, не буду читать. Многие люди, я уверен, большинство людей, они не понимают книгу Иова именно по этой причине, по которой сегодня мы с вами разговариваем. Смотрите, она неинтересна для нас, потому что мы не понимаем, самый главный вопрос, почему это произошло с Иовом? Кто, кто когда-нибудь задавал себе этот вопрос? Почему с ним это все произошло? Ну, это же не, смотрите, мы читаем, праведный Иов, Бог называет его праведным, он хвалится сатане, говорит, видел ли ты слугу моего Иова? Видел ли ты раба моего? Праведный, нет праведнее его. Сам Бог хвалится перед всеми, хвалится Иовом. И вдруг этого Иова поражает такая жестокая потеря. Вначале потеря, потеря детей, потеря всего богатства, потеря всех своих сбережений, всего-всего, потом потеря здоровья. И он умирает, он сидит, мы видим его. И вот, вот все. За что это с ним? Почему это с ним произошло? Мы не читаем дальше. Дальше вообще нам непонятно книга Иова, потому что мы вообще не понимаем, что происходит. Радость в книге Иова, знаете, где наступает, друзья? В 46-й, по-моему, там ли какой главе. И родилось у него столько-то дочерей, и там так. Кто читал книгу, последнюю главу, помните? Мы такой, знаете, как happy end, счастливое окончание книги. Хух, но мы не понимаем сердцевину самой этой книги. Почему это с ним произошло? И вот я вам еще раз говорю, друзья, причина вот этого, почему кроется в том, что наше мышление, мы с вами, мы нацелены, мы настроены в наших отношениях с Богом, в наших отношениях с людьми, в нашем отношении с служением, в нашем отношении ко всему. Все начинается от следствий. Вот, ну, давайте будем честными, друзья. Ну, когда мы радуемся в этой жизни, скажите? Когда мы радуемся, ну, только честно, когда все хорошо. Вот, вы понимаете, мы радоваться начинаем в эту проблему, ну, в этот момент, мы не понимаем причину. Знаете, у меня есть одна, один афоризм, одна мысль, которая меня пригвоздила. Она буквально, скажу вам, она меня на атомы разбомбила, она разорвала меня на части, когда я впервые с ней столкнулся, уже в зрелом возрасте. Помните, я вам как-то много раз уже и говорил, наши люди славят Бога, когда у них все становится хорошо. Евреи славят Бога, чтобы у них все было хорошо. Чувствуете разницу? Вы никогда не увидите представителя украинского народа, прыгающего, скачущего, танцующего гопак, когда у него все плохо. Когда у нас все плохо, мы поем плывная кача, мы поем грустные песни, у нас все плохо. Когда у нас становится радостно, мы начинаем радостные песни петь. Потом опять плохо, мы опять плохие песни поем, ну грустные песни поем. Радостно, мы опять радостные поем. Вы никогда не увидите. В еврейских песнях вы можете, возьмите еврейскую песню, если даже там грустная или медленная песня, то в этой песне проявится о Боге, о Его величии. Есть песня вот эта, знаете, о Отче, оба, оба, песня такая вообще, рыдаешь, но в этой песне поется о величии Отца Небесного. Они славят Бога, друзья, они не поют, они не воспевают проблему. Они не воспевают, потому что их не сильно волнует следствие, а они всегда сосредоточены на причине. У них так работает мозг, вы понимаете? Мозг, их менталитет так работает. Только еврейский мозг, только мозг благословенного народа мог выдать, слава Богу, что взял деньгами. Наш мозг такого не выдает. Я потерял, я все потерял, все пропало. Что все пропало? Ну деньги. Так это что, все пропало что ли? Нет. Вы понимаете, у нас по-разному работает мозг. И я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами, друзья, увидели эти причины, посмотрели на эти причины. Итак, книга Иова, 38 глава, 38 глава, с 3 по 6 стих. Бог продолжает разговаривать. Тут уже история. Три друга присоединились, которые, знаете, каждый из которых эксперт называется. Эксперт. Знаете, есть такое понятие у нас сейчас нынче. Эксперты есть. Эксперт в этом, эксперт в этом, эксперт в отношениях, эксперт в там, лайф-коучинге, эксперт в деньгах, эксперт в бизнесе. Эксперты, они все объясняли. И вот Бог к 38 голове начинает разговаривать, разговаривать с Иовом. Читаем, смотрите. Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты, смотрите, что написано, объясняй мне. Давайте прочтем следующий стих. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Дальше, пятый. Кто положил меру ей, если ты знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? У меня вопрос сейчас к вам. Как вы думаете, Иов мог ответить хотя бы на один из этих вопросов? Тогда, внимание, вопрос теперь к знатокам. К вам. зачем Бог задает ему эти вопросы? Кстати, там две главы таких вопросов. Зачем Бог задает эти вопросы Иову? Кто мне скажет? Подумайте. Чтобы Иов понял, слушайте внимательно, что он, слушайте, это сейчас очень тонкая мысль, чтобы Иов наконец понял, что он не Бог. И он ничего не решает вообще. И что то, о чем он орет, и то, что он кричит, и то, что рассказывают ему друзья, жена, ни один из них не может решить вопрос. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы очень часто собираемся вместе, чтобы решить вопрос, но мы не решаем причину. Мы лишь устраняем следствие. Следствие. Знаете, такое ответвленное расскажу вам. До войны, где-то за несколько лет, один знакомый, мой верующий, кстати, наш брат во Христе, он работал, он был уполномоченным президентом Украины по делам детей. Николай Кулеба, может, что-то слышал из вас, вы знаете. И он начал такую, называется, DI-reforma. Многие люди, даже когда, если так вот сейчас скажу, вы не понимаете, вообще, о чем идет речь. DI-reforma. Что такое DI-reforma? Это сокращение двух слов, это сокращение двух слов. DI-instитуциализация. То есть, устранение некоторых институтов. О чем это? О чем ты говоришь? Давайте объясню простым языком. Он предложил и сказал о том, что если мы хотим, чтобы у нас были нормальные дети, мы должны закрыть все детские дома, распределители, интернаты и любые учреждения и оставить всех детей, которые брошены, сделать так, чтобы их воспитывали семьи. Знаете, с чем им пришлось столкнуться? Абсолютное большинство людей сказали, это ты чего? Как это? Пусть сироты воспитываются в интернатах. Мы все хотим, мы все задаем вопрос, откуда у нас берутся бандиты? Откуда у нас берутся вот эти негодяи? Откуда берутся злые люди, которые отбирают, грабят, убивают? Знаете, откуда они берутся? Это недолюбленные в детстве дети. Внимание, вопрос, где их должны были долюбить? А вариант А, в детском доме. Вариант Б, в интернате. Вариант С, в коллекторе. Где их должны были долюбить, скажите мне? И он говорит, так давайте уберем эти институты и давайте отдадим их семье. Нет. Это же, если мы это сделаем, это же сколько денег на это пойдет. Это же платить надо в эти семьи. Это же содержать надо этих детей. А так проще. Есть интернат, дали им что-то там нормально, они все живут. под присмотром, не бегают нормально, за ним есть надсмотр. Скажите мне, друзья, что мы пытаемся изменить? Мы хотим, чтобы не было проблем, но мы не меняем и не решаем причину этой проблемы. о чем говорил Бог здесь с Иовом, о чем он говорит? Он задает ему внимание вопросы, в которых он говорит. Иов, я хочу, чтобы в следующий раз, когда ты задаешь мне свои вопросы, почему, ты вообще-то заглянул в глубину и возможно, возможно, ты поймешь ничтожность твоих вопросов, почему, и может быть, ты вообще перестанешь их задавать. Возможно, сегодня твой вопрос, почему, он не то, чтобы не актуален, он вообще не имеет смысла. Знаете, история человечества, один человек дал такое интересное определение истории человечества, он говорит, история всего человечества есть не что иное, как сумма или совокупность жизней великих людей. Что это означает? Давайте объясним простым языком. Это означает, что большинство людей, изродившихся на этой земле, они в основном рождаются и вся их жизнь умещается в черточку между датой рождения и датой смерти. В курсе, да, об этом? Большинство людей. Но есть некоторые люди, которые черточку эту растягивают и они заполняют свою жизнь определенными деяниями. Мы называем это подвигами, геройством, чем-то великим, ну, всякое бывает. То есть, они заполняют. И вот история человечества, она находится, она такая, ну, она есть не что иное, как просто сложить вместе все эти жизни и мы получаем то, говорит, майем, то что майем. То есть, мы получаем то, что мы получаем в итоге. Вот. Почему, как вы думаете, почему Бог, разговаривая здесь с Иовом, он обращает его к самой глубине? Он говорит, я хочу, чтобы ты понял, что перед тем, как ты будешь задавать мне свои очередные вопросы, почему это произошло со мной, почему я сижу в этом пепле, почему я сошкрябываю сейчас себя, хотя я праведный человек, почему, если я, Господь служил тебе, со мной это произошло, почему я потерял своих детей, хотя они были тоже хорошими, почему сегодня моя жена говорит мне, она бросает меня, она говорит, вы знаете, что у него потом другая жена была, почему она бросает меня, почему это все со мной происходит, он говорит, каждый из твоих вопросов, он касается не причины, а он всего лишь отражает твою боль, но я буду задавать тебе те вопросы, вопросы, и Бог ему, смотрите, только Бог может, знаете, это же евреи, вопросом на вопрос, как дела, а что вы имеете в виду, или знаете, который час, а у вас который час, и здесь, смотрите, он ему задает вопросы, и Бог ему, в ответ на его вопросы, он начинает задавать вопросы, только разница в чем, его вопросы, вопросы Бога, смотрите, еще раз, можно на четвертый стих вернуть, какие вопросы, Где был ты, когда я полагал основание земли? Слушайте, Бог не знал, что где был Иов? Да не было его. Вас не смущает этот вопрос вообще? Вопрос, на который априори Иов не может ответить. А он задает ему такой вопрос. И он задает ему массу таких вопросов. И вот здесь, именно здесь, друзья, мы начинаем видеть вот эту, начинается все самое главное. Итак, друзья, почему Бог задавал такие вопросы Иову? Ведь он точно не был при этом, при всем. Причина в том, что до этого и Иов, и его жена, и его друзья рассуждали о произошедшем с Иовом, каждый со своей позиции. Как вы думаете, кто был прав, когда говорил Иов? Иов. Кто был прав, когда говорила его жена? Жена. Ну, в споре, вот муж с женой, вы дома спорите когда? Кто прав? Да. Главным в доме должен быть кто-то одна. Ну, кто прав в споре с мужем и женой? Кто прав, скажите? Я позволю себе не согласиться. О-о-о-о, тут начнется сейчас. Тут сейчас уже вообще прям, а ты детей рожала, ты его вынашивала, ты его кормил по ночам. Я сейчас тебе таких вопросов насыплю, что ты со своими деньгами уйдешь в минуса. Сейчас, подожди, сейчас мы, ты что, такого тебе насыплю, мама не горюй. Друзья, смотрите, а кто был прав, когда говорили друзья Иова? Три. И знаете, что каждый из них говорил? Каждый говорил свое. Смотрите, друзья, Бог адресует вот эти глубокие вопросы Иову, смотрите, для того, чтобы убрать, расчистить полностью основание. И наша проблема, наша с вами проблема заключается буквально в следующем. Большинство из нас, мы с вами говорим, чаще всего размышляем и рассуждаем со своей собственной позиции. Давайте я вам приведу пример. Что мы чаще всего слышим, когда у человека попадает в проблему, попадает человек в проблему? А я думал по-другому, а я думал так, я видел это иначе, мне казалось, что это не так, а вот так. А у меня совсем другое видение этого вопроса. Кто сталкивался с такими мыслями? Да мы все с ними сталкиваемся, более того, хочу сказать, мы все их говорим. Внимание, вопрос, так кто же прав? Сразу видно, что пастор Ваня, сколько ты лет прожил с женой? Много, выучил я эти. Так вот, друзья, так вот. Какой урок или вообще для чего книга Иова? Слушайте внимательно. Есть одна подсказка, которую я лично для себя, когда читал книгу Иова, я для себя ее увидел. Бог называет Иова и говорит, Иов праведный. Что означает праведный? Праведный это означает тот человек, который принял для своей жизни, для своих будущих решений, основанием, считать основанием Божью истину. То есть, он отталкивается, или он что-то считает, или делает какие-то выводы, приходит к каким-то выводам, не потому что он так считает, а потому что так говорит Бог. Ну, к примеру, есть ли вечная жизнь? Есть, почему? Потому что так говорит Бог. Я не спорю с этим. То есть, скажу так, есть вещи, которые утвердил Бог, я с ними не спорю, потому что я не Бог. Потому что в тот момент, когда я начну с ними спорить, я думаю, что я Бог, а я не Бог. Потому что если я Бог, друзья, то я хотел бы быть выше сантиметров на 30. Я очень хотел бы выше быть. Вот я сейчас прям чувствую себя хорошо. Смотрите, видите? Вот 30 сантиметров недостающего у меня есть сейчас на кафедре, и я чувствую себя изумительно. Но я не Бог. Я не Бог. Я не решаю эту проблему. Я не могу ее решить. И чем раньше каждый из нас это поймет, тем лучше. Так вот, в чем же урок, или в чем же благословение Иова для нас с вами? А благословение Иова заключается в следующем. Единственный из всей этой истории, жена, друзья, там и так далее, и так далее, единственный, кто не спорил с Богом, это был Иов. И знаете, что он ответил после того, как Бог задал ему вопросы? Давайте откроем интересное место из Писания, следующее. Иова 39 глава. 39 глава с 31 по 35 стихи. Помните, это было в 38. Бог задает вопросы. И продолжал Господь, и сказал Иову, будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога, пусть отвечает Ему. Вы знаете, чем сквозит большинство вопросов людей, почему? Попытка взять Бога за горло, за бороду, поставить Его в угол, зажать Его и сказать, а я не понял. Бог очень четко, смотрите, Он с Иовом разговаривает, говорит, будет ли еще меня учить? Обличающий Бога, пусть отвечает Ему. Дальше. И отвечал Иов Господу. Вот в чем праведность Иова, и вот какой урок мы должны для себя взять. Что же Он сказал? Он сказал, вот, я ничтожен. Что я буду отвечать тебе? Большинство из нас сказали бы, сейчас подожди секундочку, почитаю справочник Генри Гелея, почитаю справочник Нюнстрема, подожди, я сейчас в симфонию зайду, сейчас посмотрим, сейчас решим, сейчас найдем, сейчас найдем все ответы. Я тебе отвечу сейчас, во имя Иисуса. Он говорит, я ничтожен. Что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. Он говорит, я больше не буду тебе ничего говорить. Вдруг Иов приходит к пониманию, друзья, о том, что на самом-то деле он ничего не знает. Нет. Знаете, я себе написал так, когда мы в своей очередной попытке обличить Бога задаем свое почему, в этом есть скрытый посыл. Я хочу, чтобы мне было понятно, как произошло то, что произошло, чтобы я мог это исправить. Но в это время Бог, знаете, как Он мыслит? Он говорит, я хочу, чтобы ты задумался, а для чего это произошло? Не почему это произошло, и как это исправить? А для чего произошло то, что произошло? Я думаю, что победа Иова, друзья, во всей этой истории наступает вот в этот момент. Можно 34 стих? Говорит, я руку мою полагаю на уста мои. Все. Вот закрой рот. Простите, но это правда. Вот что написано. Это тот момент, который нам в нашем христианстве, он как бы вообще непонятен до конца. Подождите, подождите, демократия должна быть. Нет. Ее нет. Вы знаете, демократия была между второй главой Иова, с которой мы начали, и 39 главой Иова. И знаете, какой был результат демократии? Давайте я вам напишу. Сидит Иов, гниет, черепком с себя снимает эту штуку и в костер стряхивает. Жена вначале сказала, в 4 главе говорит, второй, простите, говорит, похули Бога и умри. Он говорит, нет. Она говорит, ну, до свидания, я пошла. Друзья, которые пришли поддержать, и каждый из них говорит, может быть, ты согрешил в этом? Другой друг говорит, нет. В этом ты не согрешал, ты вот в этом согрешал. И сидит этот Иов, он уже в коматозе в полном. Ему уже вообще все равно. И он еще задает как-то вопросы, пытается что-то этим друзьям объяснять. Знаете, Елиас ему задает вопрос, Иов ему отвечает. Второй друг задает вопрос, он ему отвечает. Третий друг задает. Бог стоит над всем этим, смотрит, 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 смотрит. И в тридцать шестой главе начинает задавать вопросы Иову. Говорит, слушай, стоп. Друзья ему говорят, стоп. Женя ему говорят, до свидания. Стоп. И начинает ему две головы вопросов насыпать. Иов, он замерз. Но вот это его праведность, вот это праведность, понимание о том, что Бог прав, Бог знает лучше. Вдруг она вот, видите, говорит, вот, я ничтожен. И он, он честный сказал, он говорит, что я буду отвечать тебе, что ему ответить. Нечего ответить, вы понимаете, ну, нечего ответить. Почему Россия напала на Украину? Кто из вас может ответить на этот вопрос? Я не знаю. Но вопрос другой, почему я родился среди всего этого? И зачем оно мне все это надо? Бог, он говорит, что я буду отвечать тебе, что я отвечу тебе на этот вопрос? Что мне ответить на этот вопрос? Я не знаю, я не знаю причин этого. Я не понимаю до конца этих причин. И вот смотрите, друзья, развязка. Что происходит в результате, когда Иов принимает такое решение? Откройте Иова 42 глава, с 1 по 3 стих. И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто этот сей омрачающий провидение ничего не разумеет? Знаете, о ком он говорит? О себе. Видите? Омрачающий с маленькой буквы. Это он, человек. Так я говорил о том, чего не разумел. О делах. Чудные для меня. Знаете, что такое чудные для меня? Непонятные для меня. Вы послушайте, большинство этих самых в наливайке. Я же расскажу. Смотри, Путину надо было поступить так, а этому надо поступать так. И ты понимаешь, чудные эти дела для них. А для нас с вами, что думаете, они не чудные? Я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, которых я не знал. Дальше. Выслушай. Взывал я и буду говорить. И что буду спрашивать у тебя? Объясни мне. Слушайте, вот Иов начинает вдруг понимать. Он говорит, я хочу теперь понять. Но это уже совершенно другие вопросы. Потому что если те вопросы касались следствий, то эти вопросы начинают касаться причин. Эти вопросы начинают касаться причин. Происходит перемена. Произошла чудная перемена в жизни Иова. И, друзья, самое неразумное решение без будущего мы принимаем именно тогда, когда мы смотрим на обстоятельства нашей жизни следствия. Вы знаете, скажите мне, как принимают большинство людей решения? Что они учитывают чаще всего при этом? Интересы, следствия, вопросы, обстоятельства. Как будет это, как будет то. Мы складываем воедино. И когда пазл складывается, мы говорим, о, оно, решение. Оно так не работает. Оно вообще так не работает. Никогда. Именно отсюда в нашей жизни приходят неправильные, неверные, уводящие нас вдаль от Бога решения, выборы и их последствия. Псалом 31, 8-й, 10-й стих. С 8-го по 10-й стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Говорит Давид. Дальше. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе». Вы думаете, о ком эти слова? Дальше можно? «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Почему у нечестивого много скорбей? Да потому что он все сам решает. Он сам продумывает схему. А если так, то так, то так, вот так, вот так, вот так, вот так. Я помню, недавно с женой размышляли, когда к власти, ну разговаривали, так вспоминали, когда к власти пришел наш, перед предыдущий президент, ну тот, которого отстранили, отстранили, самоустраненный президент, вот так назову его, самоустраненный президент. Когда он пришел к власти, там в его команде был один человек, такой известный довольно-таки, и он одному знакомому моему лично, он сказал, говорит, «Мы пришли к власти на 25 лет, вообще, Украина наша». И они даже одного срока не отбыли. Они даже не отбыли одного срока. Почему, друзья? Ты не можешь принимать решения, нам не подвластна эта жизнь, понимаете? Вот она реально нам не подвластна. Но когда мы задаем вопросы, почему? Еще раз говорю, мы задаем вопросы, которые касаются следствия. Бог хочет, чтобы мы научились задавать вопросы, которые касаются причин. Итак, как в это не попасть и сохранить себя на путях этой милости, на путях Божьей милости? Давайте откроем книгу Иова, 42 глава, с 4 по 6 стих, и мы с вами поговорим немножко. Итак, говорит Иов, «Выслушай, взывал я и буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе, видите, о Боге, слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Дальше. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле, и было после того, как Господь, там так далее, и так далее, и так далее». Смотрите, с чего начинается решение, с чего начинается исправление в жизни Иова? Он говорит, «Я теперь отрекаюсь, я теперь раскаюсь, теперь будет все по-другому». Я хочу дать вам простые рекомендации, пять простых вещей, которые помогут вам в этом всем. Как не попасть, сохранить себя на путях Божьей милости? Первое, друзья, первое, осознавай всегда величие Бога. Вы знаете, есть одна книга, я не знаю, если вы сделали эти рекомендации, Лен, сделали? Не, не успели, окей, ладно. Первое, осознавай всегда о величии Бога. Есть одна книга, я как-то ее сбрасывал лидером, может быть, если хотите, могу сбросить тоже вам. Аня, надо сбросить в чат, может быть. Книга есть, был такой, точнее автор, Эйден Тозер, книга называется «Величие Бога». Кто-то читал или слушал ее? Аудиокнига есть такая. Эйден Тозер «Величие Бога». Я рекомендую вам обязательно. Эта книга не говорит ни о чем, она не говорит ни о благословениях, она не говорит ни о прорывах, ни о гневе, она говорит об одном, о величии Бога, о том, насколько он велик. Просто. Книга о величии Бога. Большинству верующих такая книга будет неинтересна. Знаете, почему? Типа, ко второй главе мы говорим, так а зачем? Я говорю, он большой. Нет. Если вы не хотите попасть, друзья, вот с этим почему, первое, размышляйте о величии Бога. Размышляйте, рассуждайте. Знаете, вот это потрясающий стих из псалмов. Кто есть человек и сын человеческий, что ты помнишь о нем? Я не знаю, я больше стиха, который бы говорил о величии Бога, я не находил в Библии. Вдумайтесь. Он говорит, кто есть человек, что ты размышляешь? Кто-то скажет, а это какое-то унижение самого себя. Это не унижение, это здравость. Это здравость. На самом деле, а кто я такой вообще-то? Кто я такой, чтобы решать? Ну, кто я такой, чтобы решать о своей жизни что-то? Ну, кто я такой? Кто-то скажет, ну, так что, мы ничего не решаем? Нет. Ну, правда в том, что он давно решил, и то, что он решил, это прекрасно. И если ты с этим не согласен, у тебя проблема, потому что все равно все будет так, как он решил. Второй очень важный пункт, друзья. Учись сначала видеть не Бога в себе, а видеть, извините, не себя в Боге, а Бога в себе. Помните, это выдающаяся фраза из кинофильма «Зайчик»? Говорит, учись видеть не себя в искусстве, а искусство в себе. Так вот, нужно видеть, друзья, не себя в Боге. Знаете, большинство верующих, они видят себя. Где тут я, как я, как мне, как что, а это? Нет, ты Бога вначале в себе. Задай простой вопрос, а чего хочет Бог? Не впрочем, помните, Иисус говорит, впрочем, ничего я хочу, но чего ты хочешь. То есть, Богу задайте вопрос, чего вообще Он хочет? И научитесь вначале задавать вопрос. Знаете, у меня есть такой простой индикатор для большинства людей. Может быть, вам он поможет сейчас. Смотрите, вам предлагают вариант, тест, давайте сделаем такой тест, эксперимент. Вам предлагает пастор Иван и Ксюша Величко и пастор Света вместе с Тонией и Иваненко говорят, а давайте сходим на евангелизацию завтра. Что вы ответите на это? Что? Что? Я завтра не могу. У меня завтра планы. Что в этом есть? Вы понимаете, друзья, почему очень часто мы не получаем ответы на свои почему? И почему у нас возникают вопросы почему? Да потому что мы все время думаем о самих себе в первую очередь. Мы настолько зациклены на себе, простите. У некоторых людей это гипертрофировано, они вообще ни о ком не думают. Вообще ни о ком. Ой, извините, я вам на ногу наступил. Ничего не переживайте, я вам на спину плюну. Уже. Не думал, он не переживает, он идет, заходит. Кто из вас сталкивался с таким человеком? Я помню, я стою, знаете, стою, очередь, это вот на заправке было. Стою, передо мной стоит человек, я стою, ну метр от этого человека, ну нормально стою вроде бы, заходит человек на заправку, заходит, проходит мимо меня, становится и начинает заказывать. Ну я невысокий, думаю, ну я же не могу быть совсем незаметным. Ну вы, друзья, как бы, я говорю, я извиняюсь, говорю, ответу. А вы что, стоите сюда? Я думаю, ну я просто зашел постоять возле кассы, я просто здесь стою, как бы еще и прозрачный ко всему. Но не надо обижаться, знаете почему? Потому что такой человек, он привык думать о себе. Ему надо, вижу цель, не вижу препятствия, мне надо в кассу. А вы подождите. А я, а вы подождите. Мне же надо. Но когда ты учишься вначале видеть Бога в себе, ты вдруг начинаешь замечать какие-то вещи вокруг себя. Они вдруг для тебя становятся важными. Вот иногда у нас, знаете, как-то было, я помню, у меня жена, я скажу такую вещь, у нас небольшая дорожка такая есть за домом, и там паркуются машины иногда. Ну, сами знаете, наши дворы, негде припарковаться, но все паркуются так, к краешку. И недавно мы как-то съедем, стоит машина посреди дороги. На тротуаре, просто посреди тротуара. Ее, не то, что проехать, это тротуар, по нему ходить надо. Мы все с краешку поджимаемся, чтобы люди проходили. И всегда у меня жена выходит, говорит, на середине тротуара, у нас там офис. Ну, я смотрю, у меня жена выходит из машины и пошла. Я уже понял, все, видать, уже зацепил. Она приходит, говорит, здравствуйте, уберите. Ладно, проехали, люди же пройти не могут. А, 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 но я, да, я пойду сейчас подвину, пошел подвину. У меня вопрос, а ты когда парковался, ты что, не видел этого, что ли? Вопросов не возникает. Знаете, почему? Так, мне же нормально. Срезать стал ровно, не в грязюке. Все хорошо. Все же прекрасно. Учись видеть сначала Бога в себе, а не себя в Боге. Научиться, стремиться к этому, обнаруживать так себя. Третья рекомендация, которая даст, ну, тоже, мне кажется, действенна будет. Третий полезный. Утверждайся в неизменной благости Божьей воли. Мы об этом говорили несколько проповедей с вами. Божья воля благая, совершенная и угодная. Правда? Давай утверждайся в этом. Так, а если я сам себе не позабочусь, кто обо мне позаботится? Кто? 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 Бог. Не, ну, Бог. Бог. У Него там, знаешь, сколько дел? Я сам о себе и позаботиться должен. Утверждайся в неизменной благости Божьей воли. То есть, ну, убедитесь, что Бог, ну, кто из вас верит? Господь не забыл обо мне. Кто верит об этом? А в сложные моменты? Пока все хорошо, мы убеждены в этом. А как только наступают проблемы, Господи, давай посовещаемся, давай устроим брейнсторминг, что же для меня лучше? Всегда есть вариант поближе. Четвертый, друзья, дерзнись жить и не строить свою успешную жизнь, а предоставить Богу нарисовать картину твоей жизни своими красками. Вы, вы понимаете, что если Бог нарисует картину вашей жизни своими красками, то картина будет чуточку красивее. Вот хотите посмеяться? Я могу, могу, если хотите, на следующую проповедь нарисовать вам собаку. Ну, просто, коня могу нарисовать, кстати. Они, они не сильно будут отличаться, поверьте. Могу машину и она тоже будет очень похожа на первых двух существ. Понимаете, друзья, мы иногда так рисуем себе картину своей успешной жизни. Я построю успешную жизнь. Она похожа то на собаку, то на коня, чуть-чуть на машину, понимаете у нас? И мы все время говорим, а почему машина такая корявая выходит? Так ты же ее рисовал сам. Что ж ты хочешь? А если позволить Богу рисовать ее своими красками, может она красивее получится? Может она лучше получится? И последний, пятый пункт, который я думаю, что тоже поможет нам с вами, друзья, попробуй быть уникальным в исполнении Божьей воли, а не в том, чтобы исполнять собственную свою волю и исключительность. Вы когда-нибудь пробовали исполнять Божью волю? Кто когда-нибудь пробовал исполнять Божью волю? Пробовали? Мало рук что-то как-то. Пробовали и как? Интересно оказывается, увлекательно даже. Как ты говоришь, Бодя, это твое любимое слово? Феерично. Феерично даже, друзья. Попробуйте исполнять Божью волю, это феерично. Там есть все. Там есть и первое путешествие апостола Павла, там есть и второе, там есть и последнее путешествие апостола Павла. Да, оно последнее. Там есть и Патмос, там есть и Иоанн, там есть Иоанн Креститель, там есть все, друзья. Но оно феерично. Попробуйте это сделать. Вот хотя бы раз попробуйте себе такую роскошь. И знаете, я написал, друзья, себе. Помните окончание истории Иова? Это было совершенно благословенное завершение. Слушайте, с тем же человеком по имени Иов, но только правда в том, что он сам, этот Иов, был уже совершенно другим человеком. Кто из вас понимает, что после вот этих слов Иова 46 глава, 42 глава, он был уже другим. Где он говорит, рот закрыл. Я молчу теперь. Он стал совершенно другим человеком. Я позволю себе в конце прочитать вам Иова 42 глава 12 стих. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, тысяча парвалов, тысяча ослиц. И там можно еще прочитать. Были дети у него. Все, все, все. Но мне нравится. И благословил он последние более, нежели прежние. Как вы думаете, почему? Фортануа. Не все же время тебе черные полосы, иногда и белые должны быть, да? Так мысль мы. Но, друзья, я специально задаю этот вопрос. Почему? Да потому что Иов начал задавать теперь вопросы, которые касаются внимания, не того, как разрулить и порешать, а он начал задавать вопрос. Почему? Почему я так сделал? Почему я так мыслю? Почему я вообще этого хочу? Почему? Почему меня не интересует ничего, кроме того, что интересует меня? Почему? Почему так я живу? Почему я так мыслю? Почему вообще я теперь таким стал? И как я вообще таким стал? И вот эти вопросы, друзья, они гораздо глубже. Последняя мысль, из которой оставлю вас, готов ли ты к такому повороту? Или тебе так важно узнать твой собственный ответ на твой собственный вопрос? Почему? Я не знаю, друзья. Я думаю, что сегодня я дал достаточно места для размышлений. Я дал практические рекомендации, советы. Что я рекомендую вам? Кто-то, возможно, скажет, пастор, слушайте, ну так на дворе, ну, Господи, ну, зима еще, и пасмурно, еще и русские, тут еще и, короче, и света нету по 30 часов. Друзья, это самое прекрасное время. Вы знаете, вот, вы знаете, выключить, что вы делали, когда выключили свет и связь мобильную? Что вы делали? Размножались, да? Не, я сейчас серьезно вполне говорю, я-то не шутка, я вполне серьезно говорю. А вы заметили, что грустно? Вы заметили, что такое? Не, ну, с детьми я знаю, свет, мне тоже грустно не было, нормально, там все хорошо очень даже. Там все, вот такой ты вот. Еще веселее стало, да. Но на самом деле, вы заметили, что большинству людей грустно? Почему? Да потому что, друзья, есть другая жизнь, на самом деле, вот есть другая жизнь. И тебе только вот одно в этой жизни. Да, у меня тоже, я испытывал проблемы со связью, но потому что мне нужно было решать вопросы. Я думал, почему выключили свет, как мне решить вопрос? Было очень сложно, потому что я, мне страшно было, думаю, Боже, когда включат свет, сколько сообщений надо ответить? И там пришлось нормально сидеть, пыхтеть, отвечать. Друзья, давайте мы себе будем задавать вопросы. Поэтому, друзья, все в порядке, все хорошо. Это хорошее размышление для моментов, когда в следующий раз опять выключат свет. Вдруг, случайно. Хотя я верю, что уже не выключат. Слава Богу. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя сегодня за этот день, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Господь, Твое Слово живо, Твое Слово действенное. Твое Слово, Господь, оно проникает по-настоящему. Оно несет в себе свойства и функцию проникать внутрь каждого из нас. И, Боже, пускай сегодня это Слово, оно проникает в наши сердца. Пускай это Слово, этот пример Иова, Господь, он проникает в наше разумение. Иисуса Христа. Благодарим Тебя, славим Тебя и величаем Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. О, смотрите, спасибо, Леночка. Леночка вывела список, так что этот список есть уже. Слава Богу. Друзья, можете, кто-то сфотографируйте себе, кому надо, поразмышляйте над этими вещами. Оно пригодится вам в этом. Доброе? Аминь.